Чудове сегодня открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, тот самый, задержка в сдаче которого привела к штрафам за не вовремя освоенные федеральные средства. Но это теперь история о современности, новой комфортной залы, перспективы для развития спорта в райцентре. Репортаж Алексея Дмитриева. Улица Плеснина, 3А, адрес хорошо знакомы любому чудовцу. Здесь на протяжении многих десятилетий располагался спорткомплекс «Искра». Пока окончательно не обветшал. Ставший опасным зал закрыли и снесли, а на его месте, по настоятельной просьбе местных жителей, построили новый, но с прежним названием. Я уверена, что спортивный комплекс станет прекрасной точкой притяжения для всех любителей спорта, любителей активного, здорового возражения и, конечно, прекрасной старой площадкой для наших спортсменов. Новый спорткомплекс построили с помощью федеральной программы, и его торжественное открытие должно было состояться в конце прошлого года. В срок управиться не смогли, и прежнему главе района Ларисе Паюк эта задержка стоила кресло руководителя муниципалитета. Но теперь все трудности позади, и современный зал распахнул свои двери для юных спортсменов и их родителей. Мы очень этому рады, потому что дети – это наше будущее, это наше все. Без наших детей не будет, конечно же, и нас, и не будет нашей великой страны. Стоимость строительства спорткомплекса составила 56 миллионов рублей. Из них 25 миллионов вклад в федеральный бюджет. Новая «Искра» состоит из двух блоков – административно-хозяйственного здания с раздевалками, тренерскими, душевыми и прочими удобствами, а также самого спортивного зала с тентовой кровлей. Покрытие хорошее, ну, намного лучше, чем было в том зале, там было деревянное. Сам зал по себе больше, и, ну, он более профессиональный, чем мы занимались. Никаких излишев в комплексе нет, все довольно бюджетно. Вот даже минимальных трибун для зрителей устанавливать не стали. Только скамьи, как в школьном спортзале. Зато есть тепло, вентиляция, баскетбольные щиты, волейбольная сетка и футбольные ворота. Немного смущает отсутствие сеток на окнах. Ведь тут же собираются играть в футбол, причем не только дети, но и взрослые. Надеюсь, эту обложность вскоре исправят, а то окна долго не проживут. В день открытия запланирован выставочный мини-футбольный матч «Чудовский кристалл» против новгородского мегаполиса. Но среди младшей возрастной группы. Разбить стекло у ребят пока силенок не хватит. Из Чудовского района Алексей Дмитриев, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова